Прокураторы Иудеи перед началом Первой Еврейской войны Из цикла Древнееврейские легенды о царях Израиля и Иудеи Когда весной 44 года умер Ирод Агриппо Ай, он оставил свое царство маленькому сыну Ироду Агриппе двум. Император Клавдий вернул его территории под прямой контроль Рима, основав провинцию Иудея и присоединив к царству Агриппо Ай Галилею, Пирию, Идумию и Самарию. Управление Иудеей он поручил прокуратору Куспию Фаду, который должен был также держать под контролем наместника Сирии, заклятого врага Агриппы, Гая Вибия Марса, стремившегося распространить свою власть на Иудею. Куспий Фад Фад начал свое правление с подавления трех мессианских восстаний, которые возглавляли Февда, Амрам и Илиазар бен Динай. Иосиф Флавий в своих «еврейских древностях» повествует, что Февда утверждал, будто он мессия, убеждая людей последовать за ним к берегам реки Иордан, говоря, что он способен силой своих слов раздвинуть ее воды. Фад решил вмешаться, послав против Февды и его последователей кавалерийский отряд. Римские легионеры, как всегда, устроили резню, взяли Февду в плен, и Фад приказал казнить его. Голову лжемессии в качестве предупреждения отправили в Иерусалим. Илиазар бен Динай был лидером зелотов. В 45-ти году у язычников города Филадельфии произошли столкновения с евреями Переи, тогда Фад, подавив восстание, приказал казнить одного из лидеров, Ханибаса, а двух других сослать, Илиазара бен Динай и Амрама. Есть также исторические свидетельства, что во время мандата Каспия Фада в Иудее начался сильный голод, который усилился во время правления его преемника, Тиберия Юлия Александра, вступившего в должность в 46-ти году. Династия Тиберия Юлия Александра Тиберий Юлия Александр родился в Египетской Александрии, в одной из самых известных еврейских семей. Его отец, Тиберий Юлия Александр Великий, или Александр Алабарх, был лидером еврейской общины, являвшийся одним из немногих александрийских евреев, которым в то время предоставлялось римское гражданство, передававшееся по наследству их детям. Александр приходился братом известному древнееврейскому философу Филону Александрийскому, их семья жила в Александрии на протяжении нескольких поколений, а предки братьев прибыли в Египет во времена династии Птолемеев и Селевкидов. По свидетельствам Иосифа Флавия, Юлий Александр был богаче всех других еврейских граждан Александрии и самый знатный по происхождению. Римское гражданство получил его дед по отцовской линии от Гая Юлия Цезаря. Члены семьи Александра были родственниками династии Хосианеев, жреческой касты Иудеи, а также римской династии Юлиев-Клавдиев. Оба брата получили прекрасное образование, изучая греческую философию, римскую, еврейскую и египетскую культуру и традиции иудаизма, которым они были очень преданы. После того, как Александр был назначен алабархом, то есть отвечавшим за таможню Александрии, он стал администратором всех египетских земель, принадлежавших Антонии, племяннице императора Октавиана Августа и младшей сестре Марка Антония. Александр дружил с младшим сыном Антония, будущим императором Клавдием. Он был так богат, что подарил храму Иерусалима много золота и серебра и был в хороших отношениях с религиозными служителями храма. Брата Александра, Филона, назначили послом в Рим в то время, когда императором был Каллигула. В этот период в Александрии возникла расовая напряженность, и Каллигула по неизвестной причине в порыве гнева приказал доставить Александра в Рим и заключил его в тюрьму. Когда Каллигула умер, императором стал Клавдий, его дядя по отцовской линии и друг Александра, который его сразу освободил. Александр женился на римлянке, которая родила ему двух сыновей – Тиберия Юлия Александра и Марка Юлия Александра. Марк пошел по стопам отца, занявшись вместе с ним бизнесом по импорту и экспорту, став богатым еврейским купцом в Александрии. Дела Марка были сосредоточены на центрах римской торговли с Индией. В 41 году Александр женил обоих сыновей на дочерях своего друга – царя Иудея Агриппы Ай. Марк женился на 13-летней принцессе Юлии Береники, но не успел завести детей, он умер в 43 году. А вдовев в юном возрасте, Береника жила при дворе своего брата Ирода Агриппы Двух, вызвав скандал из-за предполагаемой любовной связи с ним. Чтобы заглушить слухи об инцесте, Беренике удалось убедить царя Килики и Полимона Двух подвергнуться обрезанию и жениться на ней, но принцесса прожила со своим мужем до 64 года и снова вернулась к брату. Впоследствии она влюбилась в будущего императора, а в то время римского полководца Тита, отправившись к нему в Рим в 79 году, когда он пришел к власти после смерти Веспасиана. Однако слухи о ее распутстве вынудили их расстаться. Даже иудеи описывали ее как женщину, обладающую самыми нечистыми пороками. Старший брат Марка, Тиберий, предпочел административную и военную карьеру. Иосиф Флавий в своих сочинениях критиковал Тиберия и Юлия за то, что он не остался в обычаях своих отцов, из-за его приверженности римлянам. Даже в произведениях своего дяди Филона Тиберий появляется в качестве почти отступника от иудаизма, персонажа, ставящего интересы империи выше иудейской религии. Филон часто совершал паломничество в Иерусалимский храм, по всей вероятности, в тот период, когда в Иудее и Галилее проповедовал Иисус из Назарета. В 1940 году он отправился в Рим в составе делегации к императору Каллигуле, как представитель еврейской общины, высококультурный ученый, имеющий доступ к самой важной библиотеке того времени, находящейся в Александрии. Филон был глубоким знатоком Ветхого Завета, одним из немногих евреев, комментирующих библейские тексты. Его оригинальность состояла в том, что он интерпретировал Библию в соответствии с платоновской философией. Несмотря на критику, Тиберий извлекал выгоду из связей своей семьи. Эти связи выросли в 1941 году, когда после убийства Каллигула императором стал Клавдий. Царем Иудеи был назначен его друг Агриппа, способствовавший восшествию Клавдия на престол. Отец Тиберия, Александр, находившийся в заключении, был освобожден по приказу Клавдия. Несмотря на свое еврейское происхождение, Тиберий получил достаточное образование, чтобы сделать карьеру римского рыцаря. Первым его шагом стала судейская и административная должность стратега Фиваиды, одного из регионов римской провинции Египет, которой он правил с 42 года. Он поддерживал контакт со своим братом Марком, торговавшим в том же районе, до его преждевременной смерти в 43 году. В 46 году Клавдий назначил Тиберия Юлия прокуратором Иудеи. Он сменил Куспия Фада после беспорядков и восстаний, произошедших в провинции, и его еврейское происхождение сделало Тиберия более приемлемым кандидатом на эту должность. Во время его мандата было меньше проблем, если не считать, что он приговорил к распятию сыновей Иуды Галилеянина, Иакова и Симона, и страшного голода, свирепствовавшего в то время в Иудее. В 48 году Тиберия Юлия Александра сменил Винтидий Куман. Дальнейшая деятельность Тиберия неизвестна до правления Нерона, который назначил его в мае 66 года префектом Египта, что стало самой престижной его должностью, но радость его длилась недолго. В тот же год в Иудее разразилась Первая Еврейская война, распространившаяся и на большую общину Александрии в Египте. Предпосылки к Первой Еврейской войне По свидетельствам Филона Александрийского, в 40 году Каллигула установил в храме Иерусалима свою статую и попытался заставить иудеев поклоняться ему, как Богу. С этого момента отношения между евреями и римлянами стали резко ухудшаться, тем более что он отправлял на смерть каждого, кто осмеливался выступить против него. Евреи сообщили сирийскому легату, что их обычаи и законы запрещают размещать статуи в храме, поэтому они не могут выполнять приказы императора, даже если он решит уничтожить весь иудейский народ. Сначала они пытались сопротивляться угнетению без оружия, особенно после смерти Каллигулы в 41 году, добиваясь мира и согласия с римскими префектами. Но по словам Иосифа Флавия, священническая и светская еврейская аристократия, погрязшая в коррупции и находящаяся на стороне римлян, стала вызывать откровенное отвращение у простых иудеев. В 52 году прокуратором иудеи стал Марк Антоний Феликс, сменивший на этом посту Винтидия Кумана. Антоний Феликс был греком, вольно отпущенником матери императора Клавдия, Антонии. Он был рабом, но освобожден императорской семьей, к нему хорошо относились при дворе, и он снискал благосклонность Клавдия. Какое-то время Феликс командовал римскими когортами и кавалерией, после чего Клавдий назначил его управлять провинцией иудея. Это был беспрецедентный случай, когда вольно отпущенника назначили на должность прокурора с военными полномочиями. Придя к власти, Феликс, в попытке подавить восстание, поддержал жестокую фракцию сикариев, решив использовать их для убийства лидеров-мятежников, в чумы преуспел, казнив первосвященника и анафа. Сикарии, будучи еврейской экстремистской фракцией партии зелотов, в качестве своей политической стратегии систематически прибегали к террористическим убийствам. Они разрабатывали заговоры против тех, кто подчинялся римлянам, считая их врагами, поджигая их дома, грабя их имущество и угоняя скат. Сикарии обвиняли евреев в том, что они так упорно боролись за свободу в течение веков, а теперь так легко смирились с ее потерей. Жены прокуратора Феликса Прокуратор Иудеи, Марк Антоний Феликс, был женат как минимум дважды, и каждый раз на женщинах, принадлежащих к царскому роду. Первой его женой была правнучка царицы Египта, Клеопатры, и Марка Антония, дочь Птолемея Мавританского, Юлия Друзила Урания. Но в 1953 году Антоний Феликс развелся с ней и женился на другой Друзиле, еврейской принцессе, дочери, и рода Агриппы Ай. Друзиле было 15 лет, когда Феликс похитил ее и привез в Кесарию. Она была замужем за царем сирийского города Имесы, Гаем Юлием Азизом. Азиз был сыном Имесского царя-жреца Сампсицерама II. В 1951 году он женился на 13-летней Друзиле при условии, что примет иудаизм и сделает обрезание. До брака с ним Друзила была обручена с 6-летнего возраста на тех же условиях с Антиохом Епифаном, принцем Каммагены, находящийся на границе современной Турции и Сирии. Но молодой жених отказался принять иудейскую религию, и помолвку расторгли, отдав Друзилу за Азиза. Но иудейская принцесса, влюбившись в Марка Антония Феликса, спустя два года оставила обрезанного мужа и сбежала с прокуратором иудеи, выйдя за него замуж. Азиз умер еще спустя год после побега жены. Уже в первые годы своего правления Антоний Феликс вызвал недовольство многих политических кругов иудеи, отказ от первой жены и похищение девушки еще больше усилили негодование и ненависть по отношению к нему. К тому же ходили слухи, что Феликс убедил юную принцессу бежать с ним, прибегнув к услугам волхва Симона Кипрского. Друзила родила Феликсу сына Агриппу, который, как утверждал Флавий Иосиф, погиб во время извержения Везувия в 79 году. В 58 году в Иерусалиме по обвинению в подстрекательстве к мятежу был арестован Павел Тарсийский, апостол Иисуса, и отправлен в Кесарию к Феликсу. Когда Павел предстал перед прокуратором, при их разговоре присутствовала и друзила. Феликс не сразу решил привлечь апостола к суду, пытаясь сначала убедить его в обмен на освобождение дать ему денег, но безуспешно. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Субтитры создавал DimaTorzok